если в прыще есть выход, например так тогда это можете сама выдавить как нужно давить? приготовьте 2 ватные палочки как раз у меня такие прыщи я много раз делала видео о уходе для проблемной кожи и многие мне написали Геон, правда у меня прыщи исчезли правда у меня сейчас чистая кожа поэтому я сегодня решила подробнее делать видео сегодня я расскажу почему появляется прыщи уход для проблемной кожи первый уход я расскажу который каждый день можно делать второй я расскажу специальный уход который можно 2 или 3 раза в неделю делать третий я расскажу какие прыщи можно выдавить дома сама и нельзя выдавить потом я расскажу названия товара и косметики которые можно пользоваться для проблемной кожи это вообще не реклама все которое я увидела эффект поехали так первое самое важное это баланс кожи если в коже не хватает влажности то превращается кожа на жирной и проблемной кожи а если в коже не хватает жира то очень часто появляется шелущение кожи и закрывают поры поэтому очень важно балансировать кожу если у вас проблемная кожа баланс есть в коже тогда у вас будет здоровой кожей моя кожа вообще не часто появляется прыщи ну как вы знаете 3 года в Корее мы носили маску каждый день даже когда мы плаваем когда мы занимаемся спортом каждый день носили маску поэтому у меня тоже и здесь начало появляться прыщи я тоже делаю такой уход который я буду рассказать скоро так мы уже узнали причину почему появляется прыщи тогда какие прыщи можно выдавить и нельзя выдавить когда вы трогаете прыщи если это не больно если в прыщи есть выход например так если вы за один раз можете выдавить тогда это можете сама выдавить как нужно давить сначала очистить лицо пенкой потом еще раз тонером очистить и приготовить 2 ватные палочки как раз у меня такие прыщи и выдавить немножко больно а если не выйдет тогда вы можете с чистой одноразовой иголкой можно сначала колить потом выдавить если за один раз не получится то больше не питайтесь это возможно другой тип прыщи после того как вы выдавили вы можете пользоваться успокаивающий и увлажняющий крем тогда какие прыщи нельзя выдавить сама дома когда вы трогаете если больно и твердый еще вы уже питались но не выдавили тогда вообще нельзя трогать есть способ первый можно поехать к косметологу или дерматологу либо очень 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 долго надо ждать у нас в корее есть укол для воспаления или от прыщей прямо уколемся где прыщи это очень больно но очень эффективно тогда какую косметику можно пользоваться для прыщи и проблемной кожи я уже много раз рассказала про этот крем это от чумизо эйсис кюрс под крем выглядит вот так просто как розовый крем но внутри есть очень много мелкие иголки где у меня прыщи просто посадим эти иголки попадут внутри в прыщи и сушат воспаление и потом убираются если в прыщи много воспаления тогда долго нужно пользоваться второе это моя подружка которая работает в компании космические она посоветовала я думала это не корейская косметика выглядело из Франции или из Европы я заказала через интернет но очень сильный эффективный крем перед сном просто вот так намазываю и сплю тогда утром очевидно успокаиваются прыщи только вам нужно очень осторожно потому что есть 95% чистый состав нужно намазывать только где ближе маленький объем это самый эффективный и сильный крем который без стероида один раз я намазывала и у меня вот такие опухоленные глаза поэтому когда вы будете пользоваться этим кремом нужно читать подробно и нужно правильно пользоваться так сейчас расскажу как нужно делать уход каждый день особенно я советую это делать перед сном потому что для проблемной кожи очень важно ночной уход для проблемной кожи для прыщи нужно убирать шелущение кожи многие до сих пор думают так у меня проблемная кожа у меня прыщи поэтому нельзя убирать шелущение кожи раньше в Корее так думали но убирать шелущение кожи для проблемной кожи очень важно конечно нельзя пользоваться скрабом там маленькие большие шарики это вредит кожу и неэффективно убирает шелущение кожи это закрывает поэтому остатки тоже не могут выйти поэтому появляется прыщи и воспаление как лучше убирать шелущение кожи для проблемной кожи я убираю шелущение кожи с тонером я уже много раз рассказывала как нужно делать но сегодня я хочу подробнее рассказать когда вы выбираете тонер нужно посмотреть состав аха паха но эти ингредиенты для беременных женщин не очень хорошо поэтому я пользуюсь с составом паха это состав намного дороже чем аха паха но для очень чувствовательной и для беременных женщин тоже безопасно могут пользоваться это доктор тонер я убираю с этим тонером шелущение кожи в нем есть паха я уже много раз показала это мой любимый тонер я отправила очень многим людям очень много увидели эффект если вы хотите намного быстрее убирать плещ тогда я очень советую этот тонер это сосна и сика тонер сосна и сика когда вместе очень хорошо действует от проблемной кожи и плещи сначала после пенки сразу наносите такие креми и приготовите такие вотные диски у меня вот такие большие но я буду отрезать и замочим патные диски делаем чтобы хорошо выпитали вот так приклеим где прыжки для проблемной кожи очень важно снизить температуру на коже оставим вот так 30 секунд тогда просто вот так я положила налить но естественно натурально убирая шелушение кожи у кого очень сильная проблемная кожа я советую первые недели каждый день делать потом вторые недели 3 раза в неделю таким образом можно балансировать кожу сейчас расскажу специальный уход для проблемной кожи который нужно делать два или три раза в неделю вы можете вместе делать с первым уходом если у вас есть маска от прыжки то можно ползоваться два или три раза в неделю например я советую такие маски это отделенного чая мой брат у него очень сильная проблемная кожа один раз но он увидел сразу через 15 минут у него прыжки меньше стали это маска от зеленого чая но вы можете сами дома делать но конечно отличается который вы дома делаете или покупаете такие маски например от сика зеленого чая от полин очень хорошо помогает от прыжки я делаю два или три раза в неделю чтобы защищать от прыжки нужно смешивать водой дома если у вас есть зеленого чая потом мед потом вода вы смешиваете и налите три минуты или пять минут оставите так как это домашний больше надо осторожно после того как вы смешивали еще раз намазывайте где прыжки и я оставлю до 15 минут вы можете делать даже на корни волосы и смешивать это очень хорошо помогает от выпадания волос тоже если у вас такая зеленая маска вы можете ползоваться как балзам для волос ставлю вот так 15 минут и смешиваю после такой маски очень важно хорошо увлажнять кожу но для проблемной кожи я очень хочу посоветовать самый безопасный надежный увлажняющий крем без приливающего эффекта без лифтинг эффекта просто самый надежный хороший увлажняющий крем сейчас у меня нету у меня все закончилось но я советую березы экстра и токту крем морская вода еще летиноль крем это очень хорошо помогает от проблемной кожи только если у вас тонкая кожа лучше не пользоваться кремом летиноль я очень надеюсь что моё видео мой совет поможет у кого проблемная кожа тогда я под видео оставлю название космические и ставите лайк и подписаться а а что не знаю что